Добрый вечер, дорогие друзья, обычно к нам в программу приходят трейдеры, а сегодня у нас в гостях человек, который именно конкретно инвестор, это Виталий Лялин, но все равно мы его будем называть трейдер. Добрый день, Виталий. Добрый день. А у нас просто обычно люди, которые слушают наше шоу, большинство из них это именно как раз трейдеры, но насколько знаю я, ты внутри дня не торгуешь, вернее, не торгуешь, но мало. Да, торгую мало, это лишь короткие позиции в течение дня, в основном мой портфель состоит из 100% лонгов, которые планирую на очень длительные сроки инвестирования. Понятно, то есть перед тем, как мы подойдем к тренингу, посмотрим образно среду, из которой в Виталии ты вышел, ты не до этого сказал, у тебя экономическое образование. Да, экономический факультет МГУ именем Ломоносова, базовое образование. И ты мне сказал, что у тебя два уровня CFA. Да, так верно. А что тебя побудило на CFA сдавать? Интерес к рынку в целом, считаю, что это хорошо очень ставит голову на место, помогает определенные вещи понимать и использовать в жизни. Плюс, ну я считаю, что образование очень полезно любому человеку, где бы он, в какой профессии он ни работал. Очень часто этот вопрос возбуждает всех по поводу того, полезность образования в наше время. Я считаю, что полезно, считаю, что очень полезно. И надеюсь, что моя дочка моя тоже получит очень хорошее образование в будущем. Ну, так как я понял из твоих разговоров, ты один из тех немногих, кто пошел по специальности работать. Да. А какой факультет ты закончил? Экономический. Ну, то есть конкретно что-то, фундаментал, да? Ну, нас учили, прежде всего, общему пониманию экономики. Конечно, собственно, к трейдингу там ничего применимого нет. Но, понимая общие экономические проблемы, вопросы и движения, то гораздо легче применять их на практике. Ты считаешь, что у тебя хорошее образование было? Да. То есть ты вышел, ты много знал обычно, когда приходишь? Нет, я считаю, что выйдя из университета, знания недостаточные совершенно. В какой бы области человек не работал. Все набирается на опыте, и пока не поработаешь, не почувствуешь на себе чего-то, то очень сложно. Ты согласен, что из-за этого может быть и в стране такой низкий КПД по работникам? Да. 90% людей, которые выходят из высших учебных заведений, даже практику никогда нормально не проходили, они выходят и они практически ничего не знают. Согласен, согласен. С собой такая же ситуация была? Такая же, хотя в целом считаю, что мое образование лучше, чем в среднем по стране, но тем не менее практически... Это МГУ, это не ПТУ. Ну да. А тогда давай поговорим больше о том, вот ты закончил сколько лет назад уже? В 2005 году. То есть 8 лет назад. Ну да. И пошел сразу работать? Да. По профилю? Ну я работал еще, учась в университете. По профилю пошел работать? Ну, эта работа связана была с экономикой, да. Ну то есть ты мне сейчас сказал, что ты занимаешься как раз составляемой отчетов? По МСФО. По МСФО. И скорее всего от этого у тебя и пошла, наверное, любовь на металл, да? В принципе да, потому что отчасти на одной из предыдущих моих работ я был непосредственно связан с аналитиками, которые оценивали нашу компанию. И, собственно, сам строил прогнозы по компании, понимая, как инвестор примерно представляет будущее у компании, что ему важно, что не важно, что он закладывает стоимость. Можно ли так сказать, вот как раз твой раздел жизни, цены бумаги, это хобби? Да, да, это хобби. То есть, которое приносит энную сумму денег? Да, и вещь, которая позволит старости жить. Инвестируешь ты только свои деньги? Только свои. Я имею в виду, там не семья, никто ничего не просит. Я не предлагаю, я считаю это некомфортно просто. Для себя. Ну, если это деньги семьи, то мне будет довольно-таки сложно психологически. Свои, когда ты теряешь и зарабатываешь, это гораздо легче. Ну, тогда во второй 15 минутке как раз я поговорю о том, как ты фундаментально оцениваешь бумаги, а в этой мы как раз поговорим о том, что как ты создаешь портфель. Прежде всего я смотрю на индекс. Соответственно, сейчас у меня в портфеле порядка 50 бумаг. Сколько? 50. Ну, это ближе к индексу ММВБ. Ну, ты знаешь, математически доказано, что все, что просто по статусу математическому ожиданию, после 30 идет уже как раз отрицательное нарушение диверсификации. Не математическое у меня образование, но в целом я понимаю... У меня тоже нет, это то, что я смотрел. Ну да, что достаточно для диверсификации там вполне и 30, я просто считаю, что дополнительно все-таки снизит риск ликвидации какой-то конкретной компании, какой-то акции выбыть и... Чтобы иметь 50 бумаг в портфеле, у тебя получается, наверное, 90% это второй-третий эшелон. Правильно. Да, но это единственное место, где более-менее можно просчитать нормально фундаментал. Там еще как бы не сильно прячут. Просчитать фундаментал по Газпрому, Лукойл и там топ-5 гораздо тяжелее найти вот эту изюминку. Считаю, что по голубым фишкам и вообще по компаниям, которые достаточно открыты, известны, по которым очень много аналитики, пресс-релизов и все такого, очень все рынок справедливо оценивает. По крайней мере на текущую ситуацию. Во втором эшелоне... То есть ты считаешь, что Газпром как раз должен столько стоит, сколько он сейчас стоит? В текущий момент, да. И Лукойл и все остальные? Да, я считаю, что он отражает тот спрос, предложение, которое сейчас сложилось. Ты когда-то пробовал оценивать? Могу оценивать только по коэффициентам. У меня нет планов этих компаний, поэтому моя оценка будет из области гадания. Понятно. То есть у тебя 50 бумаг, насколько глубоко ты садишься за фундаментал? Ты понимаешь, что коэффициентов не так много, которые можно оценить на самом деле? Там 3-5, это может быть маржа, это может быть квартальные отчеты, это могут быть прогнозы на будущие годы. Вот что, когда ты оцениваешь фундаментал, именно тебя цепляет? Почему тебе нравится та или иная компания? Прежде всего смотрю на отрасль, в которой работает компания. Считаю, что инвестировать надо ту отрасль, которая растет как рынок, ну или больше. Ну в моем представлении. Что у нас на сегодняшний день, кроме телекоммуникации? Да, телекоммуникации более-менее долгосрочно. Это недвижимость, возможно, медийные активы. Ну по недвижимости тоже компаний не так много. Не так много. У нас по компаниям недвижимости есть ПИК. ПИК ЛСР. Да, 2-3 компании максимум. У ПИК у тебя есть в портфеле? У ПИК у меня есть. ПИК вообще мне нравится. У него были огромные проблемы с долгом. Они проводят доп. эмиссию и вроде как основную свою они проблему решат, а дальше можно расти. Рынок недвижимости, особенно в Москве, в области, очередные рекорды ставят. Буминг, да. Вот, поэтому пузыриться, пузыриться, и почему уже не инвестировать туда, где пузыриться? Тем более, пока никаких причин для обвала пузырей не вижу. В идейной компании ты имеешь в виду там О2ТВ, РБК? Ну да, это для более рисковых инвесторов. То есть я инвестирую в том числе в такие бумаги. Скорее, если касательно О2ТВ, то инвестирую краткосрочно. Там сейчас смена руководства произошла. Предыдущее руководство многие инвесторы обвиняли в плохих вещах, так мягко сказать. Ну, если публичная информация, ты можешь процитировать, ты же делаешь свой вывод, ты просто цитируешь публичное высказывание. Ну да, то есть многие считают, что деньги с доп. эмиссии, которые были внесены, были менеджментом украдены. Соответственно, сейчас произошла смена менеджмента. Краткосрочно считаю, что решение 2, либо новый менеджмент покажет, что эти деньги не были украдены, и тогда все там будет нормально. Либо это действительно какие-то ликвидаторы. То есть это спекуляция с очень высоким ожидаемым доходом и ожидаемым риском. Вот у тебя 50, на сегодняшний день 50 бумаг в портфеле. Делишь ты абсолютно одинаковое количество процентов? Нет. Кому отдаются предпочтения? Я шел от индекса, но наш индекс, он нефтебанковский. Соответственно, для меня, как диверсификация, считаю, что не очень хорошо иметь такую структуру, как имеет российская экономика. Я делил по отраслям изначально, так, чтобы на отрасль 20% никогда не приходилось, желательно меньше. И, соответственно, уже в отрасли что-то выбирал. То есть у тебя есть, например, деление номер один, первое это отраслевое. После того, как ты это брал правильную отрасль, ты смотришь, там или там можно внутри от диверсифицироваться тоже? То есть это такая глубокая диверсификация. Да, я смотрю, что в этой отрасли, какая бумага есть. Как правило, выбор не такой большой. В каком году ты начал инвестировать? В 2007. И на сколько сильно просел твой портфель в 2008? В 2008 примерно на две трети. Просел? Да. То есть стандартно по индустрии было практически у всех? Ну, я обогнал индекс, потому что все-таки я не держал его 100% лонг в тот момент. Он был минус 80, ты был минус 70. Похоже, да, потому что вместе с рынком хожу. А тогда, например, ты проинвестировал иную сумму денег. Докладываешь ли ты деньги, доинвестируешь тоже? То есть разбавляешься постоянно портфелем или только работаешь с той суммой, которую проинвестировал? Нет, я только ту сумму, которую проинвестировал, ее держу, перекладываю, что-то недовношу. Почему? Не вижу ярких перспектив рынка в данный момент, которые способствовали бы тому, что с учетом того риска, который есть сейчас на рынке, я смогу их отбить. Это тебя побил так 2008 год или общее состояние? Общее состояние сейчас. Дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный гость, инвестор Виталий Лялин, трейдер, который участвовал на конкурсе ЛЧИ под ником ВИД. В следующей 15 минутке мы поговорим более глубоко об инвестициях, а сейчас перерыв на новости. Да, еще раз, дорогие друзья, добрый вечер. Александр Герчик в программе «Охота на Герчика» и наш год сегодня. Виталий Лялин, трейдер, ник на конкурсе ЛЧИ, ВИД. Виталий, здравствуй еще раз. Здравствуйте еще раз. Давай поговорим, вот опять же вернемся к твоему портфелю, потому что на самом деле очень многие люди мечтали бы заниматься тем, чем занимаешься ты. Ну не у всех хватает нервов сидеть, например, дома и каждый день нажимать кнопки. У тебя есть другая работа, правильно? Да. И у тебя уходит очень мало времени на формирование портфеля. Именно так, именно поэтому я прежде всего близок к индексу, там, с учетом своего риска, своей беты. А зачем, какой смысл тогда выстраивать себе портфель, если ты можешь просто купить, например, фьюч и все? Фьюч не доверяю, просто не доверяю. Считаю, что акция более надежная. Хорошо. Чисто психологически. Вот давай скажем так, в прошлом году ты был хуже индекса или лучше индекса? В 2012 я чуть-чуть обогнал индекс, в 2011 я был хуже индекса, в 2009 был сильно хуже индекса, остальные обогнал. То есть, по сути дела, для тебя это, я так понимаю, тебе просто в удовольствие это делать? Потому что, смотри, ты как индексный фонд, да, и я сделаю свои выводы, ты как индексный фонд, ты пытаешься вложить деньги именно просто для того, потому что тебе нравится. Я не вижу там… Инвестированию, на практике, раньше я инвестировал в какие-то конкретно бумаги, они росли, падали. Когда я сравнивал свою доходность с рынком по итогам года, то в некоторые года я сильно проиграл индексу. Поэтому я решил уйти от стратегии лонгов и просто прихожу к покупке бумаг, которые вставляют индекс и занимаюсь шортом самых слабых, ну, бумаг из имеющихся портфель. А что для тебя, какое понятие для тебя представляет слабая бумага? Слабая бумага, если краткосрочно смотреть, то бумага, которая несколько дней, может быть, неделю до этого шла хуже рынка. Если рынок рос, она слабо росла, на рынке, который стоял, она слегка снижалась. Это явно в моем представлении говорит о том, что в бумаге идут продажи, никакого спроса там нет, и при следующем движении рынка вниз эта бумага пойдет вниз с удвоенной скоростью. А квартальные что, ты обращаешь на их внимание? Я годовую смотрю, как правило, полугодовую квартальную. Я смотрю на операционные показатели, которые обычно раньше выходят, и в принципе они отражают. А теханализ? Теханализ использую, но только внутри дня, и достаточно немного вещей из него, как правило, это пробитие каких-то уровней сопротивления, канал. То есть простенькие вещи? Простенькие вещи. Я вот смотрел, что у тебя портфель разбит на две части. Там 80% портфеля долгосрочной бумаги, и где-то 20% от портфеля более спекулятивные. Да, так и есть. Ну вот, что тебе дает спекулятивная часть? Она дает мне возможность на длительных интервалах обгонять индекс на основании доходности после налогов и всех комиссий. А сколько по времени ты можешь, например, уделять внутридневной торговле? Не более двух часов в день. Это какие-то определенные часы или... Как правило, все, что я посвящаю рынку, это время до открытия торгов. Я смотрю на то, как торгуется Азия, нефть, фьючерс на Америку. А также некоторое время это в районе 4.30, зимой в 5.30, когда выходит основная американская статистика, которая, в общем, дает направление движению рынка до конца дня. Какие у тебя сейчас самые любимые бумаги в портфеле? МТС, ПИК, Сбербанк, Мечил. И что для тебя будет сигналом? То есть, получается, ты купил и будешь держать? Нет. Если я увижу, что на рынке творится бум, она сейчас и до этого еще очень-очень далеко, то я буду оттуда уходить. Если будет такая же аналогичная паника, то буду уходить так же, шортить точнее, дабы выкупить все это дешевле. Вот, поэтому... Нет, подожди, ты будешь шортить, чтобы выкупить дешевле, или будешь продавать свои бумаги и заходить в шорты? Я буду продавать свои бумаги и выкупать их дешевле. Дополнительно, там, какие-то шорты. Ну, я понял, ты, как ты сказал в самом начале, ты работаешь только от лонгов. Ну, это как трактовать. То есть, можно сказать, что я купил 100% портфель и время от времени его продаю, а можно сказать, что я имею 100% портфель и использую стратегию шортов на нем. Как часто ты перекладываешься? Раз в год обычно. Это какой-то запас по времени или просто по состоянию портфеля? Да нет, вот по состоянию портфеля, если я ощущаю, что какие-то бумаги в следующем году могут обогнать другие бумаги, то я долю этих бумаг увеличу. Но, как правило, это сектор. Что должно случиться с бумагой, чтобы ты ее вытащил с портфеля индексного и убрал или заменил чем-то другим? Делистинг. Как правило, существенный рост по этой бумаге выше каких-то справедливых оценок. Вот в прошлом году было у тебя что-то такое? Нет. А позапрошлом? Честно говоря, не было. Пример, ну, может быть, бумага вроде полю золота, когда она раньше шла на выкуп, то тогда я бы ее продавал. Вот подобный сценарий, когда бумага переходит все ее аналитиками, описываемые коэффициенты, вот видно, что там ее выкупают. То есть ты все равно, даже учитывая то, что ты сам хорошо разбираешься в фундаментале, ты все равно смотришь аналитиков. Аналитики, я считаю, что люди, которые посвящают свое время, жизнь этому делу, они, безусловно, знают там больше, и ту полезную информацию, которую они дают, она мне пригодится. Почему тогда они сами себе в портфеле ничего не покупают? Потому что им платят за то, чтобы они сочиняли. Нет, я понимаю, но они же, ты, получается, доверяешь цифрам аналитиков, но тем не менее аналитики сами в свой портфель ничего не покупают. Я не покупаю в портфель то, что советуют аналитики, но я использую информацию аналитиков по поводу компаний. Просто я ее трактую по словам. Ты просто берешь аналитику и делаешь свой вывод. Да, так и есть. А вот в 2012 году ты перекладывался? Перекладывался, и я... Вот, собственно, мою стратегию, которую сейчас я использую индекс, я сформировал как раз в 2012 году. То есть я, собственно, ее и набирал, все эти бумаги в портфель в 2012 году. До этого у меня было не более пяти бумаг в портфеле. То есть у тебя, по сути дела, дивидендная доходность для тебя играет большую роль или нет? Нет. То есть тебе не принципиально, что в бумаге были дивиденды? Не принципиально. Ну, я считаю, что в хорошем портфеле должны бумаги быть и дивидендные, и рисковые. Они балансируют друг друга. То есть, по сути дела, насколько я тебя понимаю, вот у тебя есть, например, определенный портфель, и ты образно там зарабатываешь или чуть-чуть хуже бенчмарка, да, в данной ситуации там это МВВБ, или чуть-чуть лучше. И цель твоя предельно простая, чтобы у тебя просто там к определенному пенсионному возрасту скопился какой-то портфель. Ну, не обязательно к пенсионному возрасту, может быть, и раньше. Хорошо, давай скажем так, вот от седьмого года, да, когда ты начал ввести портфель? Седьмого, правильно? Угу. Вот сейчас на улице 2013. Ну, закрыли. 2013-е, это только начало года. 2012-е, пять лет. Результат по портфелю? Примерно после вот всех вычетов налогов комиссии и всех убытков, которые есть, около 80-90%. За пять лет? Да, да. То есть, по сути дела, если даже посчитать сложный процент, где-то получится 13-14% годовых? Да, но если сравнить это с индексом, то я его обогнал. За все время? Да, за этот срок. Понятно. Ну, то есть, по сути дела, ты там удвоил портфель за пять лет? Ну, да. Ну, это аналог банковских вкладов в текущий момент, но как бы именно потому, что я не могу предсказать следующие пять лет. Я считаю, что этот класс активов, собственно, нужно иметь. Потому что может оказаться так, что вот если экстраполировать предыдущие годы, что может рынок расти в разы, на более коротких интервалах. Но он же и упасть может. Может упасть. Представляешь, что надо... Это повезло, когда был 2008, потом 2009, когда упали, и потом все отработали. Очень рад за тех трейдеров, которые в 2008 в конце года заходили в рынок. А почему ты, в принципе, зная конъюнктуру рынка, зная конъюнктуру рынка, что рынок всегда имеет тенденцию, например, возвращаться, и ГЕП имеет тенденцию закрываться, почему ты не, например, внес деньги в 2008 году для того, чтобы... Это из-за того, что у тебя долгосрочный портфель, не будем использовать там слово усреднение, но усреднился бы. В 2008 я довносил, я считал, что индекс в своем падении остановится порядка 750, и довносил вот на этом уровне примерно деньги. Ну, как оказалось, я слишком рано зашел. Ну, даже если ты в моменте оказался неправ, то в долгосрочной перспективе ты оказался прав. Все равно индекс удвоился. Так и есть. По сегодняшний день. Так я считаю, вообще покупать надо в момент, когда страх на рынке велик, когда рушатся какие-то крупные компании, банки, страны. А что для тебя, вот то, что ты делаешь, я имею в виду, покупаешь, как ты для себя это охарактеризовываешь? Ты просто вкладываешь свободные деньги туда, обеспечиваешь себе старость или что-то третье? Просто вкладываю деньги. И также рынок для меня это возможность самореализации, в определенном смысле понять себя. Но это просто интересно. Ну, интересно, кроме интересного, должна быть материальная составляющая? Ну, конечно, она, собственно, привела меня на рынок в свое время. В первую очередь. Когда приводила, конечно, то есть, я думаю, что, что там делать еще, если не зарабатывать деньги. Дорогие друзья, у нас в гостях Виталий Лялин, трейдер, ник на конкурсе ЛЧИ, вид после короткого новостного выпуска мы к вам вернемся. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Финам ФМ 99.6. У нас в гостях Виталий Лялин, трейдер, ник на конкурсе ЛЧИ, вид. Трейдер-долгосрочник. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Виталий, вот мы начали говорить как раз о том, что цели твои в дальнейшем. То есть, ты зарабатываешь энную сумму денег. Так? Я имею в виду не на рынке, а на своей работе. Да. Зарабатываешь. То есть, деньги ты почему не хочешь доинвестировать? Потому что нужно диверсифицироваться, в том числе и с работой. Ну, как, например, то есть, помимо трейдинга у тебя есть вещи, по которым ты диверсифицируешься? Ну, то есть, инвестиции. Ну, банковские вклады. То есть, банковские вклады и биржи? Да. И все? И все. Ну, то есть, ты себя реально можешь назвать таким суперконсервативным? Ну, в целом, да. В данный момент очень консервативен. Ну, вот я знаю, что ты участвовал на конкурсе ЛЧИ. Давай как раз поговорим об этом. Да? Ты участвовал на конкурсе ЛЧИ как раз номинации «Фондовый рынок», то есть, не ФИЧИ. Да. И занял там 14-е место. Ну, в итоге я потом уже снизился. Изначально. Ну, то есть, в моменте был. В моменте был, да. И, насколько я знаю, ты на конкурсном счете торговал только Мечер? Да. Наверное, да. Почему именно эта бумага? Это бумага, которая позволяла себя шортить. Она достаточно слабая. Многие по ней прогнозы дают, что она будет стоить ноль. Хорошо реагирует на движение Америки. Предсказуемо. Имеет высокую бету. В общем, та бумага, которую я лично чувствую хорошо. И понимаешь? И понимаю. Ну, тогда почему, скажи. В принципе, у тебя был довольно-таки неплохой результат. А ты все равно отказываешься от трейдинга в пользу инвестиций? Потому что спекулятивно считаю, что есть риски того, что потеряешь все. Когда ты инвестируешь, то, скорее всего, ты потеряешь не так много. Поэтому для консервативного инвестора, мне кажется, стратегия инвестирования просто в рынок, как класс актива, ну, грубо говоря, в индекс, достаточно хорошая вещь. Ну, то есть, я просто понимаю одну цель, что твоя цель в долгосрочной перспективе просто обогнать индекс. Ну, так и есть. Но по сегодняшней дне у тебя практически доходность за последние пять лет равна банковскому депозиту. Да, потому что она равна индексу, а индекс примерно так же и ходил. А вот у тебя были такие дни, когда ты не торговал вообще на конкурсе? Да. Вот просто расскажи нашим участникам, потому что большинство людей, которые слушают нашу передачу, это люди, которые не могут не торговать. То есть, это обязательно надо открыться, обязательно надо сделать какую-то сделочку, обязательно надо сделать что-то. Вот именно поэтому, зная свою ту же самую слабость и раннее желание торговать, как, ну, любой ценой, считая, что надо всегда там быть, считая, что свою сильную сторону теперь это никогда не торговать. То есть, объективно посчитав, что в этот день факторы, которые приведут к росту вот конкретно Мечила, они достаточно сильные. Я не могу сказать с уверенностью, что более 51%, что бумага сегодня пойдет вниз. Я лучше воздержусь от торговли в этот день, дабы не снижать свой портфель. У меня довольно-таки стабильный график роста по коротким позициям. И поэтому считаю, что лучше получить меньше, реже, но надежнее, чем каждый час смотреть в монитор. То есть, тебя тренинг никогда не манил? Манил, но в связи с тем, что я уже более пяти лет на рынке, я уже справляюсь с эмоциями, и он уже не так тянет, как раньше. То есть, а вот сейчас внутренние сделки, которые у тебя остаются, ты там, как ты говорил, выделяешь два часа в день? Как правило, да, потому что я хочу поймать основное движение рынка. Основное движение рынка – это открытие и новости на Америку. А ты берешь, получается, на более агрессивную часть 20% от портфеля своего? Ну да. И сколько 20% от портфеля тебе в год могут дать? Моя цель обычно в день поймать 1%. Ну вот если в идеале умножить на 250, примерно, торговых дней, то вот такая максимальная цель по короткой позиции. А если взять не цель, а взять именно реалию, вот за прошлый год сколько тебе дали именно внутридневные трейды? Короткие позиции за тот год порядка 30%. Дали? Да. То есть, по сути дела, от всего портфеля короткие позиции тебе дали 6% от полного депозита? Ну, слаб в математике, но примерно так и есть, потому что индекс обогнал порядка 50%. Нет, ну, я имею в виду, математика предельно простая, если у тебя 100% портфеля и 30% на 30%, вернее, на 20% ты сделал 30%, значит, ты сделал 6% от всего дохода своего, 6% составил как раз именно короткие позиции. Ну, сумма порядка. То есть, если ты сделал 15%, да, то 6% сделали. Ну да, порядок такой цифр. То есть, по сути дела, это, знаешь, так называемая, есть очень неплохая стратегия, где часть денег, например, кладется в банк, а часть денег, например, там торгуют некоторые с пятым-десятым плечом. То есть, ты торгуешь, то, что ты торгуешь внутри дня, ты торгуешь сугубо на Мамбе. Сугубо на, да, Московской бирже. И только отмечил, что еще? У ГК-2 бывает, если новость какая-то выходит по какой-то бумаге, торгуй ее. Ну, там же в основном объемы очень маленькие. Разные бумаги есть. Ну, как правило, очень много бумаг с оборотами порядка 100 миллионов в день можно на рынке найти. Рублей. Ну, я не хедж-фонд, мне не нужны там гигантские позиции, открытые по бумаге, а просто часто инвестор, мне вполне возможно найти огромное количество бумаги. Вот сегодняшний день как раз именно самая большая доля именно в долгосрочном портфеле. Это кто? Кто тебе больше всего нравится, именно кто занимает самую большую долю? Так как я тебе задал вопрос до этого. МТС, ПИК, О2, ТВ, который я, собственно, назвал. Да, то есть они составляют самую большую долю. Сколько от портфеля приблизительно? Порядка 25%. Почему именно эти красавцы? Ну, О2, ТВ это локальная новость. ПИК и МТС. МТС это в основном за счет переоценки выросло. А ПИК, считаю, что хорошая инвестиция. Хорошая бумага. Хорошая бумага. Ну, последние, да, там были пару недель, он порадовал. Ну, давай тогда поговорим опять вот именно о твоей выборке. Как ты уже сказал, в первую очередь выбирается отрасль. Да. Вот давай посмотрим так. Вот мы выбрали отрасль, да, у тебя есть как бы пошаговая наверняка, там, один, два, три, четыре, пять. Как ты оцениваешь, попадает ли бумага в твой портфель? Первое, например, мы отобрали отрасль, например. Ну, какое-нибудь, к примеру. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Ну, там довольно-таки мало бумаг и... Ну, вот представь себе, тебе захотелось. Хорошо, давай энергетику. Энергетика. Вот отлично. Вот представь себе, первый путь у нас выполнен, и мы отобрали энергетику. Дальше я посмотрю. Ну, в энергетике есть генерация тепла, генерация электричества, передача сетей, и там обособленный тип, это гидра. Соответственно, сопоставив их коэффициенты, которые в открытом доступе существуют, можно определить, какая бумага там, как правило, недооценена. Дальше надо прикинуть, как РАП-регулирование влияет на эту бумагу. Это тоже, собственно, аналитика. И далее, исходя из вот этих общих параметров, набираю бумагу в портфель. А как ты думаешь, может ли человек без суперспециального экономического образования, как у тебя, и без суперспециальных знаний фундаментального анализа, может так же сам выстраивать портфель? Достаточно смотреть на коэффициенты и... Общепринятые. Общепринятые, да. И беда, и орнингспешера. Да, ПЕ, там, смотреть отчетно, смотреть операционный денежный поток, чтобы он был положительный, на более-менее историческом периоде. И, собственно, все. Как правило, если это крупная компания, то смотреть политическое отношение нашей власти к этой компании. Вот, собственно, и все. Глубоко рыть, я говорю, я не располагаю каким-то информацией, я не хожу в эти компании, и поэтому я не обладаю какой-то дополнительной инсайдерской информацией, которая бы позволила мне увеличивать долю конкретной бумаги в портфеле. Поэтому я следую информацию, которая существует в открытом доступе. А вот смотри, такой вопрос. Есть портфель, и самая большая проблема – это научить себя не реагировать на вот эти маленькие колебания, когда рынок там растет или рынок падает. На самом деле, как у тебя получилось, да, вот ты такой настоящий такой инвестор, ну а-ля там наш русский Ворон Баффет, ну мини Ворон Баффет, я имею в виду в денежном эквиваленте, но не хочу тебя обидеть, я имею в виду в миниатюре. Да, тебе нравятся компании, ты практически делаешь то же самое, что хотел, ну то, что делает образно он. Да, вот в миниатюре. Как себя заставить, например, не выйти из бумаги, да, когда там, например, весь рынок проседает или еще что-то. Как научить себя верить в то, что ты делаешь? Именно поэтому я использую стратегию шартов. Если я вижу, что очень-очень все плохо на рынке, что-то падает, я буду бумагу эту продавать с целью ее откупить. Соответственно, если мой прогноз верен и бумага будет дальше падать, то я получу положительные эмоции от того, что я сумел это движение поймать. А 2008 год же, в принципе, не дал таких эмоций? 2008 год было довольно-таки резкое падение и, как правило, оно длилось очень короткое время. Но оно превосходило все возможные ожидания в моменте, так сказать. А сроки инвестирования, например, есть какие-то минимумы или нет? Вот, например, берется бумага в портфель, да? Какой срок инвестирования и какие горизонты по выходу и какие должны быть перспективы для того, чтобы ты, например, вышел из этой бумаги и купил другую? Если я увижу, что в той же отрасли эта бумага стабильно хуже конкурента и конкурент торгуется, то я уйду конкуренту. А если, например, вот хорошая реализация начинается? Реализация имеете? Ну, я имею в виду, цена растет. Ничего. Сам рост по себе, если... Ну, я посмотрю, естественно, какие причины движут этим ростом. Если этот рост согласуется с либо движением рынка, либо новостями по данной компании, то я ничего не буду делать. Я считаю, что справедливо рынок переоценивает эту акцию вверх. То есть ты до такой степени доверяешь рынку, что рынок есть, он показывает, он прав и все? Да, я считаю, что рынок абсолютно верно отражает в какой-то момент стоимость акции. И даже если он ошибается, то пройдет определенное время, прежде чем участник рынка. А это не больше связано с тем, что ты просто очень сильно веришь именно в те рекомендации, которые ты сам выдвинул? То есть именно в те позиции, которые ты сам набрал? Да нет, прям привязки сильные к какой-то конкретной компании у меня нет. Ну, посмотри, ты же не берешь, например, случайную выборку и просто берешь какую-то случайную акцию? Часть портфеля я сформировал именно случайную выборку, попросив человека, который не разбирается в рынке. Как обезьянка, просто тыкнуть. Да, да, да. И как? А пока та часть портфеля, которая была выбрана случайным образом, она обогнала мой остальной портфель, выбранный ближе к индексу. Дорогие радиослушатели, вот он момент истины, на самом деле. Представляете, случайная выборка вообще. У нас приходят, у нас было 50, по-моему, 8 или 60 передач, где все приходят и рассказывают, как много они время тратят. И вот наш дорогой гость, да, пришел к нам, Виталий Лялин, и рассказал, что это все не так. Как раз в четвертой пятнадцати минутке мы об этом поговорим, а сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, вот у нас пошла четвертая пятнадцати минутка на Финнам ФМ, охота на Герчика, и у нас Виталий Лялин случайный трейдер. Потому что ты образно, сейчас, наверное, знаешь, все сидят, слушают внимательно радио, ну, некоторые говорят, вот, такая неинтересная беседа, нам бы интереснее там вот понажимать кнопочки, а тут так неинтересно. И вдруг, вдруг, прямо в конце третьей пятнадцати минутки ты говоришь, что там на 70% портфель был, или там на 50%. Да нет, случайным образом он был сделан процентов на 20%. Все равно. Вопрос не в том, насколько он был сделан, вопрос в том, что случайность, она обогнала закономерность. Вот именно рынок такая вещь, где это возможно. Знаешь, как Барон Мюнхгаузен сказал, да? Что все самые умные, самые дурные поступки делаются с умным лицом. Вот я абсолютно согласен. Есть множество исследований, где там мегамозги, там продвинутые очень аналитики, уважаемые гуру, что-то говорят, а обезьянка их обгоняет. Может на самом деле делать как раз вот такую выборку, тыкнул пальцем в небо и все? Если человек не ориентируется в рынке ценных бумаг, то эта стратегия, наверное, хороша для него. Главное, чтобы он тут понимал риски инвестирования, что выбранные наугад бумаги, да в принципе и не выбранные наугад бумаги, а купленные индексом, по совету аналитиков, друзей, как угодно, они всегда могут упасть. И стратегия, которую вы проанализируете, не всегда будет лучше, чем просто наугад. А как же вот этот друг, который тебе помогал формировать портфель, вот ты пришел к нему, как его зовут? Человек, который тебе помогал, стихийную часть портфеля. А, это супруга моя. А, тем более, ну вот представляешь, как ее зовут? Светлана. Светлана, огромный привет. Нет, вот представь себе, ты просто дал Светлане какие-то имена, на каком основании вообще просто вот она тыкала? Она выбирала бумаги, те названия, которые она знает, те названия, которые просто слово знакомо. Дикси? Нет, не Дикси, ну, к примеру, Красный Октябрь, потому что вкусные конфеты. Так, ну да, она, в принципе, как раз и пошла по инвестициям Баффета, да? Я покупаю джилет, потому что я пользуюсь их продуктами и обреюсь. Так и есть, лучшая инвестиция, это та, которой пользуются покупатели. Ты понимаешь, Красный Октябрь, что еще? Ну, там ряд ТГК с различными номерами. Куда она ТГК знает с номерами? Когда-то рассказывал про реформу энергетики. Ну, понятно, но ты вообще представляешь, насколько ты сегодня развеял миф о том, что люди сидят на аналитике, думают очень много, получают за это немаленькие деньги в компаниях, делают аналитику серьезную. И тут вдруг пришла Светлана, твоя супруга, и просто выбрала портфель методом ДЫКа по-простому, или просто компания, которой нравились ей, обогнала всех аналитиков. Да, да. Считаю, что моя супруга очень умная девушка. Это однозначно. Если она смогла обогнать вообще без головной боли индекс и все остальное, ты, я думаю, должен почаще бы с ней советоваться. Я советую с ней. Потому что наши радиослушатели вообще с трудом поверят. Представляешь, я говорю, все сидят, читают аналитику, и вдруг бух, как этот осьминог Пауль. Да. Приблизительно так же. Приблизительно так же. Интересно очень. На самом деле, в логике, когда человек, который далек от рынка, он назовет те бумаги, которые ему знакомы, те вещи, которые он обычно покупает в своей жизни. Ну, с компаниями, с которыми он часто встречается, и где он тратит деньги. Соответственно, лояльность этого человека к этим фирмам довольно-таки высока. Какая у тебя лояльность? У тебя телефонный оператор какой? Мегафон. А зачем ты МТС покупал? Потому что, когда я покупал МТС, мегафона еще не было в природе. Ну, можно же сейчас... Ну, у меня есть идея разъединить эту сумму, разложить на двое. Просто по принципу, что я не могу сказать, кто из них обгонится в обозревом будущем друг к другу. А где ты, например, покупки совершаешь? В каком магазине? Дикси? Перекрестки. Пятерочка? Перекрестки. А перекресток принадлежит кому? X5. X5 у меня нет, купил магнит, потому что в регионах... Они очень сильны. Они очень сильны, и главное, у людей, у простых людей в регионах спрашивают, как вы относитесь к магазину магнита, люди говорят, что очень хорошие. Ну, если, я надеюсь, это не реклама. Ничего страшного. Соответственно, лояльность покупателя будет отражаться в доходах фирмы, а доходы фирмы в росте акций. Все просто... Ну, абсолютно верно, теоретически правильное мышление. А вот на самом деле, ты когда писал о конкурсе ЛЧИ, и ты сказал такую фразу, что ты на самом деле был очень плохо, вернее, очень сильно поражен плохими результатами как раз участников ЛЧИ. Да, был поражен. Не ожидал, что средняя доходность сильно отрицательная будет. Мое представление о коллегах, можно сказать, что в целом они должны были показывать гораздо более хорошую доходность. В чем видел слабости? Видел слабости, что люди рискуют слишком много. Они готовы брать плечи большие. Я в каждой передаче, когда говорю о конкурсе ЛЧИ, я всегда говорю, что я не видел ни одного трейдера, который поторговал по системе на ЛЧИ. Практически все торгуют не системно, а задача одна. Это просто тупо прийти и победить. Либо пан, либо пропал. То есть человек не пытается пройтись системно. Для чего люди приходят на конкурс ЛЧИ? Причин несколько. Первое, чтобы тебя заметили. Если ты хочешь, например, найти инвестора, это публичная торговля. Раз. Ну, второе, просто нарисоваться. Что абсолютно тоже нормально. Знаешь, если ты умный и красивый парень, почему бы тебе где-то не потусоваться в первой десятке? Самое интересное, что есть великолепные трейдеры, которые продолжают после ЛЧИ, например, удивлять своими доходностями. Но обычно очень мало людей, которые там с ЛЧИ кто-то запоминает. Обычно такие стихийные какие-то бедствия. Да, очень многие трейдеры в моменте правы. Но, опять же, во-первых, он очень короткий, этот конкурс. То есть, конечно, гораздо лучше было, если бы он был подольше, тогда можно на дистанции показать. Но получилось, что когда ты торговал на ЛЧИ, больше 65% в разделе твоем, как раз фондовый рынок, они как раз были в минусе. Трейдеры. Да, там в начале конкурса рынок падал, и очень многие ушли в минус. Я смотрел у многих людей, что чуть-чуть порядка минус 99% было. Но очень-очень большая отрицательная доходность. Все было связано, в моем понимании, с тем, что люди используют встроенные катализаторы роста стоимости их инвестиций. Смотрел на людей, которые используют стратегию похожую, моей, прямо вот, очень близко был участник, не помню точно его имя, там, Гэй, какие-то цифры, который тоже шортил Мечелл, смотрел внимательно за его торговлей. Вначале он меня обходил, но в моем понимании, дальше он был слабее, но я понял, потому что он именно торговал чаще. Когда во второй части конкурса рынок стал расти, он продолжал шортить. Шортить. Я не вижу оснований на растущем рынке расти. То есть, как только я понял, что рынок перестал быть слабым, я перестал торговать. У меня вторая часть конкурса доходность порядка 2% за всю вторую половину конкурса. Ну, просто потому, что рынок не позволил мне на это заработать. А лезть туда, чтобы заработать, урвать что-то и убежать, когда, ну, совершенно не понимаешь, что там творится. А ты торговал системно на конкурсе? Ну, у меня есть своя система. Я имею в виду, ты не торговал ради того, чтобы просто там порвать всех, знаешь, как обычно. Нет. Я пойду сейчас там на лучи, я всех порву, я всем покажу, кто я такой. Нет, когда я шел, у меня была цель войти в 30% участников в разделе фондовый рынок. Потом по давлению окружающих я скорректировал эту цель до 20%. Ну, в целом, результат достигнут, результат меня вполне удовлетворяет. Конечно, хотелось выиграть планшет, но это уже из разряда... Можно купить, если не выиграл. Ну, да, большинство участников, которые вошли в призовые места, получили от конкурса гораздо больше денег, чем стоит средний планшет. Ну, понятно. Даже хороший планшет. То есть, участие твоего лучи было подтверждение результата, хотелось планшетник? И сравнить себя с участниками конкурса. И какие выводы ты сделал? Выводы, что на нашем рынке большинство участников очень любят рисковать. Многие люди готовы поставить... Все на кон. Все на кон. Людей, которые инвестируют и показывают стабильную доходность, очень мало. Но они есть. Они есть, да, их немного. Ну, ты же сам знаешь, процентное содержание их и много, много не может быть. Ну, да. Вот в твоем понятии, в твоем понятии, у тебя сейчас идеальный портфель, то есть 80% образа сбалансированного риска и 20% более рисковой стратегии. На текущий момент, да, если случится дефолт Америки, то будет 100% короткой позиции. А ты думаешь, что такое может случиться? Я думаю, что когда-нибудь наступит момент, когда кроме ФРС никто не будет покупать американские облигации. А то есть ты вообще представляешь, что будет, если будет дефолт Америки? Текущая система экономики мира будет разрушена. Теоретически я с тобой согласен, да, да, да. Но я думаю, что это гораздо хуже будет, чем мы думаем. Приведет ли это к войнам или тому подобное? На самом деле, я думаю, что базовый принцип, что людям нужно обменивать товары и услуги, он никуда не денется, лишь изменится способ обмена, который сейчас, в основе которого сейчас лежит доллар. Раньше меняли иногда на продукты, на специи, на все остальное, сейчас деньги. Ну да, у нас вот были карточки в стране. Люди найдут способ, как обменивать. Виталий, огромное тебе спасибо, дорогие друзья. У нас был Виталий Лялин, интересная передача о том, как инвестировать. Увидимся, услышимся в следующий понедельник. Спасибо, всего доброго.